Привет, студент! Уикенд это повод съездить на дачу, поесть спелых ягод и почитать любимую книгу. Но лучшим началом выходных станет подборка новостей от команды Универньюз. С тобой я, Дарья Миронова, смотри сегодня. В добрый путь. В Казанском федеральном состоялось вручение дипломов выпускникам трех институтов. Дом вдали от дома. Дому Роналда Макдоналда в Казани исполнилось три года. Состоялся заключительный в этом учебном году ученый совет КФУ. Какие вопросы обсуждали на заседании, какие нововведения планируются в университете и каковы итоги прошедшего учебного года, об этом узнаешь в следующем сюжете. 7 июля состоялось последнее в этом учебном году заседание ученого совета КФУ. Основным вопросом повестки дня стало утверждение кандидатур на должности в университете. Как и расписано регламентом, голосование было тайным. Также в ходе заседания было утверждено создание научно-образовательного центра моделирования ТРИС. Проректор по научной деятельности Данис Нургалиев подробно описал основные задачи научного центра. В этом центре будут располагаться центры моделирования трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Основной его целью будет подготовка магистров, изучающих конкретные проекты. Решением ученого совета также принято регламент о создании почетного списка за особый вклад в развитие университета. И запланировано создание специальных фондов поддержки семей сотрудников университета и выпускников. Желание сделать различные фонды поддержки, начиная от старшего поколения людей, отработавших всю жизнь в университете и дышащих на пенсии, на заслуженный отдых. Мы тоже сегодня начали вести определенные разговоры с нашими попечителями. Вы знаете, мы не согласны создать аналогичные фонды, только все хотят видеть целевое назначение расходования и приседания. Последним на заседании ученого совета стал вопрос о решении создания рабочей группы по подготовке конвенции трудового коллектива для переизбрания ученого совета университета. Аделя Валеева, Ленарда Влитяров, Роман Самарин, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюз. Петицию о распуске сборной России по футболу подписали 250 тысяч человек. Авторы петиции считают, что сборная не оправдала возложенных на нее надежд, а потому должна быть полностью распущена и необходимо набрать новый состав. Состоялось последнее в этом учебном году заседание ученого совета КФО. Основным вопросом повестки дня стало утверждение кандидатур на должности в университете. В Татарстане обнаружили несанкционированный детский лагерь. На Волге нашли 20 детей, купающихся в необорудованном месте на судовом ходу. Организатору лагеря предложено прекратить работу несанкционированного лагеря. В Нижнекамском парке начали устанавливать танцующие фонтаны. Ремонтники уже усилили конструкцию телевизионной мачты, а вскоре начнет работу бригада, которая будет устанавливать световую иллюминацию. В Казани готовится открыть второе по высоте в России колесо обозрения. Всего у чертова колеса будет 36 кабин, каждый из которых вмещает до 6 человек. Шатровый парк развернулся в центре Казани. Все желающие могут принять участие в мастер-классах по гончарному делу, корзиноплетению и резьбе по дереву. Флэшмоб Яратканжи Рым сделал татарские песни в Инстаграме известными во всем мире. Для того, чтобы принять участие во флэшмобе, нужно спеть любимую татарскую песню и выложить видео в Инстаграм с хэштегом Яратканжи Рым. Для КФУ 8 июля необычный день. Ведь именно в этот день университет выпустил новых специалистов сразу из трех институтов. ИТИС, ИВМИД и ИМАИФ. Выпускники получили долгоожиданные дипломы и стали высококвалифицированы специалистами. Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни студента. Это тот самый яркий и торжественный момент, которого все так ждут на протяжении долгих лет обучения. Церемония вручения диплома выпускникам ИВМИД прошла в Малом зале УНИКСа. Заветными дипломами наградил директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Хасьянов Айрат Фаридович. Помимо этого, выпускники, активно проявившие себя в спортивной и общественной жизни, получили заслуженные награды. Атмосфера запоминается больше, чем какие-то конкретные события. Бывало, что какие-то семестры мы прям карабкаясь-карабкаясь и группой сдавали. Ну, а так, в принципе, все было по силам нам, раз мы здесь сегодня. Настроение такое праздничное, но умеренно праздничное. Хорошо, надеюсь, поступлю в администратуру сюда же. Первая сессия, конечно, была тяжелая. Когда было тяжело совмещать работу и учебу, все так делают. И всегда кажется, что все делали, то ты справишься. Нет, не справлялся. Было сложно. Искал компромисс. Самая крутая группа была у меня. Да, и они об этом знают. Мы просто попробовали все, что можно было. Позже в актовом зале главного здания КФУ прошло торжественное вручение дипломов выпускникам ИТИС. Одного из ведущих российских образовательных и исследовательских центров в области фундаментальной информатики и информационных технологий. По традиции, виновники торжества исполнили гимн университета. Мероприятие прошло в теплой и уютной атмосфере праздника. В процессе награждения выпускники фотографировались на память, обменивались улыбками и хорошим настроением. В этот же день прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Института международных отношений, истории и востоковедения. Среди гостей были не только преподаватели, но и мамы, папы, бабушки, любимые друзья. Прощальные речи руководителей университета, улыбки гостей и радостные сияющие лица выпускников – все это создало настроение настоящего праздника. Дом Роналда Макдоналда в Казани – первый проект подобного рода в России. Центр предлагает родителям абсолютно бесплатное проживание на территории ДРКБ, создавая комфортные условия для выздоровления детей. Недавно дому исполнилось три года, и это событие встретили красочным праздником, на котором побывала наша съемочная группа. Так красочно и задорно в доме Роналда Макдоналда отметили третий день рождения. Постояльцы этой необычной гостиницы – семьи, чьи дети проходят длительную терапию в детско-республиканской клинической больнице. Лечение таких пациентов неразрывно связано с целым комплексом психологических и социальных трудностей, который способен решить проект фонда. Для родителей это неоценимая возможность находиться рядом со своим ребенком и вместе преодолевать трудности. С сыном, со старшим я нахожусь здесь, в доме Роналда Макдоналда, мы проходим лечение в ДРКБ, в онкологическом отделении. У меня пытаются все равно находиться в больнице, там все равно такая обстановка, а вот здесь вот ребенок у меня может и развлечься, и с другими ребятишками также поиграть. Ребенок после операции, вот именно в первый раз он начал ходить именно в этом доме Роналда Макдоналда. Дом Роналда Макдоналда в Казани – единственный подобный проект в России. На безвозмездной основе здесь могут находиться одновременно 24 семьи. С момента открытия гостеприимством центра воспользовались около 4000 родителей. Поэтому день рождения уникального дома стал настоящим праздником для его жителей, сотрудников и друзей проекта. В доме Роналда Макдоналда мы следим за тем, чтобы в доме была такая атмосфера, как дом вдали от дома. То есть мы создаем уютную, приятную атмосферу для родителей, для детей, создаем для этого все условия. Также решаем здесь бытовые вопросы и проводим различные мастер-классы, мероприятия, направленные на то, чтобы улучшить эмоциональное состояние детей, и они лучше выздоравливали. С домом Роналда Макдоналда на самом деле дружим уже год. У нас такое плодотворное сотрудничество. Сегодня меня пригласили, я думаю, что в качестве гостя на этот праздник, день рождения, им сегодня три года. Я вот купила какие-то подарки, сегодня буду поздравлять детей, желать им здоровья, посмотрю концерт, с удовольствием со всеми пообщаюсь. Параллельно с развлекательной программой в доме прошел круглый стол с руководством центра и представителями крупных средств массовой информации республики. Здесь они подвели итоги трехлетней работы и обсудили, как совместными усилиями улучшить проект. И мы предлагаем каждому из вас разработать, предложить свой проект, любые мероприятия, лишь бы это было во благо для детей, для родителей. И вот, наверное, родители, мы тоже спросим, что бывали, не хотели от нас получить, а от нас ожидают. Присоединиться к доброму и светлому проекту может каждый дом, всегда рад волонтерам и просто неравнодушным жителям Казани. Вместе мы можем помочь нуждающимся семьям и способствовать созданию еще многих таких домов по всей стране. Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. На сегодня это все. Сделай это лето незабываемым. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!